Привет-привет, это канал с самыми актуальными новостями из мира высоких технологий Вот уже более 100 лет ученые изучают роль сна в хранении воспоминаний. Многие работы показали, что сон помогает мозгу хранить новые воспоминания, но в других исследованиях авторы показали возможность того, что в фазе быстрого сна мозг, наоборот, активнее всего забывает полученную информацию. Более того, недавние исследования на мышах показали, что во время фазы быстрого движения глаз, мозг избирательно сокращает длину синапсов между нейронами, участвующими в определенных типах обучения. В 2019 году японские исследователи решили выяснить, как происходит этот процесс, и почему. До этой работы ученые потратили годы на исследование роли двух нейропептидов, орексина А и орексина Б, в контроле сна и нарколепсии. В результате этих работ авторы показали, как нарколепсия может быть связана с потерей орексин, производящих нейронов в гипоталамусе. Затем ученые решили подробнее изучить клетки мозга, которые производят меланин-концентрирующий гормон, МКГ, который участвует в контроле сна и чувства голода. Исследователи обнаружили, что большинство, 52,8% клеток гипоталамуса, производящих этот гормон, срабатывали, когда мыши находились в фазе быстрого сна. Только 35% из них активировались только тогда, когда мыши бодрствовали, и около 12% работали во всех случаях. Дальнейшие эксперименты показали, что активация нейронов, синтезирующих МГК, также ухудшает память, а их выключение, улучшает ее. Более того, авторы обнаружили, что во время быстрого сна эти клетки остаются включенными и выполняют только одну функцию, они ослабляют связи между нейронами, стирая таким образом информацию, которую сохранил ранее мозг. Мыши в экспериментах лучше справлялись с тестами на запоминание, когда нейроны МКГ были выключены во время фазы быстрого сна. Когда эти клетки выключали во время других фаз сна или при бодрствовании, животные забывали одинаковое количество информации. Таким образом, исследователи делают вывод, что во время фазы быстрого сна наш мозг забывает новую и несущественную для него информацию, которая может быть совершенно бесполезной. Считается, что сны мы видим преимущественно во время фазы быстрого сна, как раз во время активации нейронов МГК. Именно поэтому сны так быстро забываются. По материалам National Institute of Health.